Так, ну что? У меня загрузочка пошла. Пошла загрузочка, поехали! Всё, ребят, всем привет! С вами Альберт Сайленсер и Павел Луанец. С вами турнир Hawk Masters 2. И это... Полуфинал первый. Да, первый полуфинал. Играет Rose Noir против Gildi Boss. Да, давайте пройдёмся по составу. Ивох 11-21 играет у нас на Донаваки, Мариус на Рыбе, Гаш, ДКС у нас на Ильфе, Хайфёст у нас на Катуне, и А5-85 у нас будет играть на Лошади. Ну а у команды боссов у Фаготного Наваки на Пауках, Эквелия Мид Камбоджия, Эльф Чемпион на Синем Лайне, кстати, интересно, на Топе, ну, на Красном Альфонсом, на Паладине, не знаю его, к сожалению, и Тройнг Про на Кане в большом бессе. Ну что скажешь по пикам? Ну, я не знаю, так почему мы рыбу взяли. На что был расчёт? Я помню, давно... Ну, Розенуары любили играть через рыбу. Я помню, вы как-то против них её взяли, и за 15 минут вам объяснили, что не надо брать рыбу. Ну, что можно сказать? Скорее всего, в бане был Хельм, Паладин, два, кто ещё? Почему Паладин? Паладин-то в пике. Какой Паладин? А, Паладин есть в пике? А значит, Паладин не в бане? Да. А кто тогда был в бане? А как ты думаешь? Смотри... Может, Волокс? Ред Трофи, возможно. Ну, я думаю, просто не взяли вместе с Конём. Ну, в другой команде-то. А хотя бы в обеих командах Конь. Ну, возможно, Ред Трофи. Скорее всего, Ред Трофи. Потом, кто? Хельм, стопудовый. Хельм, баня, Льюинфей и плюс один. Наверное, какой-нибудь Волокс? Волокс или Бабка, что-нибудь типа того. Да не, может, Хеллиат. Так, ладно. У меня почему-то подлагиваются, да? У меня какая-то проблема? Или ты, типа, Рубовой сишь? Нет, у меня нормально всё. Главное, чтобы у меня не лагало. Так, ну что? Окей. Ну, пока всё нормально, как бы. Смотри, Эльф переместился на Ботом, а Котом пошёл на Мид. Да? Ну... Необычно. Эльфа станет. Ну, сейчас... Минус блинг. Кто Эльф отбил? Да! Новогодний был. Ну, смотри, Доновак ещё раз срывается. Станет. На Эльфа идёт тэпка. Второй щит дотэпывается. Доновак, хотя мог бы... А второй просто улетает. Мог бы и не дотэпываться. Очень сильно напрягает Елух на линии уже, который... Да, Елух. Чё, чё Елух умеет? Смотри, 4-й левел Паладин гонгает рыбу. Хорошо её пробивает. Ух, ух, ух. Если сейчас рыбе не помогут, она отъедет. Тэпывается на рыбу. Паладин-то может, может её убить-то до сих пор. Ну, развернись. Там ещё... Пугает. Какой? Он её мог убить, если тупо бычьего было. Ну, а в чём смысл убивать второго уровня, если ты четвёртый? Ну, ты убиваешь и, типа, уходишь, либо разводишь пацана на тэпку. Так, если ты умер, чтобы... Я думаю, тут ребята не очень хотят рисковать. Тут, кстати, тэпка на рыбу мне подхилила. Так, и акун напрягает до навага, смотри. И ох опять. Да. Действие. У тебя сколько времени сейчас? 3, 32, 33, 34. Ты так же? Да. Да, рыбу будет сложно стоять тут до порога. Надо поменяться. Пятый Лео против третьего, я слышал, большая проблема. Ну, понятно, что он не будет умирать тут, но он особо не выпадает. Он может встать на экспекте, как выписать. Смотри, троём находится здесь команда босса. Ну, и ох, спокойно уходит. Так, ну, тут бы навага будет пробовать красный застелить, но это сомнительное решение, наверное. Опа, и ох. Смотри, второй левел. Цепляет. Ну, он уходит. О, еще подстелил немножко. Он, да, он забрал двух маленьких, но в принципе нормально. Ну, а что? Вполне даже неплохо. Как ты думаешь, что будет делать эльф в этой игре? Он будет формить или будет бегать по всей карте? Чей? Ну, тут два эльфа. Ну, ты теперь спрашиваешь, чей эльф будет формить? Ну, вот, каждый из них. Будет ли он формить или он будет бегать? Ну, скорее всего, тут эльф Ронуара в шестой получит и, может быть, начнет напрягать. Ну, не факт. Ну, аром тут, скорее всего, надо подфармить, потому что с рыбой они особо темпить не смогут. Они могут только эхо убить. Если боссы не фиданут, там конкретно, какая, ну, все любят против рознуаров делать, то они, скорее всего, будут фармить. А если, ну, начнется гамги по всей карте, то он присоединится. Ну, кстати, рыба нормальная уже, пятый лавов. Ну, конечно, с под трибом она проигрывает, но это неудивительно. Ну, он фармит лес, плюс фармит линию. Ну, и главная не умирает. 29 крипов у эхо, у котуна 32, у эльфов 34 на 28. 163, чтобы ганг на эхо. Блин, вот, очень сильно пробивает эхо, она отблинковывается до наваг. Огонек. Огонек. Тепка будет? Тепка. Да, дает тепку. Две. Лоу. Выживает, очень проперл. Обычно в таких моментах отпускаешь, а огонь дает еще один тик, да? Ну, там последний тик огонь не дает, я слышал. Как и любой дот-эффект. Я не знаю, это вот баг, хока, это, знаешь, как один урон. То есть у крипа 88 жизни, у тебя 88 атаки, ему один остается. Ну, да. Так, на наваг, на котуна, спокойно отпрыгивает. Много крипов тут у эква. Ну, что сейчас не будет у боссов? Так, а по тепкам у них что? У них кто-то давал, я помню. У до навага почти откатилось, вот он давал. Ну, до навага сейчас стрелится с конем, нет. Нет. Разминулись они. Аэльф получил шестой. И второй пара шестого. Тем временем, 600 галды по ГПМ выигрывают Роза Нуара. А, да. Нет, выигрывают боссы по галде. Красные же, но... Красные, ты видишь, типа справа это боссы. Да, значит, это боссы по галде выигрывают. Как? Лес. Скорее всего лес. Ну, что, рыбка шестой. Сможет ли... Ну, и как это Эмпл? Сможет ли Мариус на рыбе развалить? Ну, типа он может экву пробить очень сильно. Может они рассчитывали, что у боссов будет катун и взяли против него рыбу? Возможно. Типа Катун Герлус, а там рыба и... А тут хоп, паладин, да? А тут да. Смотри, ну и Нуары слегиваются на дракона. Дракона. Да. А, что делает команда... А, там стоит вард. Так, сюда бегут команды. Босс очень сильно пробит конь. Ой, сейчас хорошо паладин может зайти вот всю гапшу. Ой, сейчас будет минус конь, да? Да, минус конь. Доновак проседает, умер Доновак. А Катун под бахом дракона очень сильно бьет, я слышал. Смотри, очень сильно проседает Катун. У него идет Тепка и эльф, тут минус Катун. А тут еще эльф. Вражеский эльф пробивает Доновака. Скорее всего будет минус Доновак. Тут как-то разнос, выкупы. Ох, пришла рыба, хорошо разнесла. Паладин пытается уйти, да, уходит Паладин. Пять-четыре драка. Нет, Паладин тоже не уйдет тут. Да. И Эква убежит, наверное. Шесть-четыре драка. В пользу Нуаров. И хорошо пробивает Катун. Не лучше убьет ее. Тепка. А сюда дадут Тепку. Все, отлично. Лучше ушла Эква вообще на копейки. Сколько у них хиппоинтов? Ну, так-то рыба. Ну, на самом деле, очень сильно зарешал балл дракона. Потому что Катун очень сильно пробил Доновака сразу же. То есть, он вообще за секунду... Доновака, как его... О, Ильз может умереть сейчас. Нет. Ильз спасается, Ильз. Вот. Рыбка хорошо бы продамаживала там. Если бы Паладин смог застелить дракона, я думаю, там было бы 5 в 1 или 5 в 2 бы размер. Да, если бы Паладин застелил, было бы мощно. А тут за 150 стоит у Нуаров в Вард на Амиге. Коин ломает Вард боссов за 75. Ну, тут Вард дельно недалеко. Летающий магазин можно купить еще один. Ребят, на Комкорде значок глазика, это не зрители, это просмотры. То, что вы думаете, что там 3000, это не 3000 человек смотрят. Это просмотры. И Катун влетает в Доновака, не особо наупробивает. Ну, сейчас опять начнутся стадии фарма, тэфок нету. Ну, а рыбайбайку потратили. Ну, смотри, Ганг Найку. Да, опять, но она отсюда уже не уйдет. А, хотя, нет, Блинк есть. Я думал, Блинка нет. Не видел. Стирит Доновак ультой пауков. А почему бы нет? Конь восьмой левел заходит на паладина, но пал должен все видеть. Так, станд пал. Конь влетает. Ультует паладин, и все. Мог бы еще плюху ему отвесить хорошую. Ну, неприятно под эльфом. Тем более, что у него уже есть лук. Опа, эльф. О, все. А, нет. Ну, сейчас эльф должен добежать до него. Он быстро бегает. Так, тут на подмогу идет Доновак. Хорошо. Отличный стан. Хорошо, и его не прощает его. Ну, да, без маны можно попробовать его убить. Если есть эльф, например. Да, отцепляет. КТС ультует. Ну, сейчас и его эльф развалит просто, и все. Ну, тут уже эльф есть. Так, эльф, отцепляет эльфа, прибивает, но Дона просел сильно. И Дон-то умрет тут, да? Да. Ну, вот чушь сделал. Хорошо отыгрывает эльф. ГАШ очень красивый собранный. И, тем временем, хайс пошел в угли. Да, не целено, не с особо. И на топе сейчас упадет башня, там осталось уже около тысячи. И вот конь скоро получит девятый левел, и начнется... ГУСТ-КОНЕСА. Да, гикош по всей карте. Хотя им на самом деле будет высаживаться особо некому. А усаживаться не надо, там ганг можно будет организовывать такой. Лонгрейнджовый. Так вот, Дон-то тут Нуары и Лубигу проверяют. Потому что, похоже, купили за 150 вард ребята и сломали их вард. Ну, Котон 11 против 9 Эквы и 10 Эльфа. Это аргумент. Он просто вылетит в нее с конем, и она закончится. Ну, тут 10 Эльфа и 10 Эльфа. И Лубиг сломался временем башни на топе. Отлично сплетушит команда, то есть разводит боссов. Заставили их пойти на мид, сянувшись в бигу, да? А сами сломали просто на топе на халяву башни. И уже достаточно большое преимущество у команды Розенуар. 7-8 тысяч. Ну, Луки они закупили. Ну, дальше будет нефритовый топор, Котона. А Эльф собирает Агханку. И опять забирают Дракона Роза. Ну, в таком случае, наверное, команде боссов надо просто ждать. И посмотри, какое преимущество по голде. Да, я говорю об этом. 9 тысяч, сейчас будет еще бить. Просто 9 тысяч. На 13-й минуте 9 тысяч. Здесь решают две башни. Это 3 тысячи, да? И два Дракона, еще 2 тысячи. Ну и плюс файт выигранное. Да, смотри, что будет влет в Экву. Влет. Эква. Влетает Конь. А тут идет тупая вся команда. Да. Так, на коня силис. Так, можно убить коня. Нет. Рыба ультует. Доновак. Минус Доновак. И паладин. Уже. Ну все. Ну и не уйдет паладин никуда. Да. И потеряна банка. Бумт. Минус 3, да? Минус 4. А, минус 4 даже. И вот уже. А Эльф просто забил. У него была тэпка, он ее не дал. Ну, Эльф команды боссов. Огромное преимущество. 12 тысяч. Ну, я думаю, эту игру уже не отдадут, Роза. Ну да. Тут надо выиграть 5 в 0 за место и бигер зафармить. Тогда это нормально будет. А Эльф, если это они сделают, то, скорее всего, это по-соск. Ну, а сделать это очень тяжело. Ну, потому что Роза должна, наверное, появиться наконец банка. Или они так не думают? Не. Смотри, ну бы Мак. Да, Герметист. Мак да Мак поначалу. Три Герма. Ну, вы говорили, что Три Герма, это говно. Вот смотри, тут улет в Эльфа и сейчас будет минус 2. Три Герма. Вообще, без секунды улет коня, Катун. Штановат тут есть. А, Хайфёст показывает у меня. Пофигу вообще, на каком керри играть, я вас всех убью. Керри, что не керри. Самый, наверное, универсальный игрок в хокке. Ну, он тоже не на всех играет. Он играет на один, два, три. Три персонажа. Нет, ну три. Нет, четыре. Он играет на Наваке, на Катуне, на Паладзине и на Герм. Все, больше его ни на чем не видит. Ну, его-то и на Бабке можно увидеть, на Хранителе и на Мишке. Не в состязательных играх, так скажем. Отлично, танки команды Розенуар мешают просто даже подойти к Бигу. Не разгонаваться за секунду. Просто ребята по скиллу дали, он рассыпался. Его преследует... А, и тут Экву, и Эльф почти убил. Я не заметил. Эльф как-то, вот, вообще у него своя игра, почему-то в этой игре. Ну, может, это и правильно. Ну, ребят, просто три героя, которые прыгают на соперника, и сложно. И вот опять, да, два керри против трех керри. Ну, рыба-то не керри все-таки. Ну, да. Но она ничего по-хорошему особо и не делает. Пока она, конечно, водой бьет. Ну, она очень сильно может Эквилию бросать, плюс она защищает каману от Эквилии. За счет своего, своей пассивки. Так, это сколько там, 40, да, магической защиты? Это много. Если мы это максить на эту пассивку. Ну, там, я почти уверен, что замакшена пассивка, и шарики. Возможно, а может, он максил. Ну, шарики, пассивку на один, и... Ну, сейчас уже он 14-й уровень, тут... Пофигу, да. Так, эльф на паладина заходит. Ну, паладин должен убежать тут. Больше саб-клепов. Ну, граши, тут сложно догнать, хотя... Ну, если бы бежал... Ну, если бы бежал, да. Он бы его просто убил. Со временем очень много бы заняла. Так, эльфы... Смотри, тут готовится на катуна зайти. Хорошо станет, этот сразу же... Ультует рыбка. А можно паладину-то цеплять? А там у этих все тэпки есть. У команды рознуаров есть все тэпки. Ну, прыгнет он туда и получит 3 тп на игрока, и на этом заме закончится. Ну, хотя бы на тп развести. И умереть пятером. Не, одному хотя бы допустим. Ну... Так... Когда счет 15-4, это выгодно. Ну, тут уже 23 тысячи, и я... Я боюсь, что это... Так, конь прилетела в ульфа, смотри. Да тут развалилась Эко за секунду еще. Ну, полноразовалась. Ну, тут такие лвла, что, в принципе, хватает прожать тупо скиллы, чтобы умерли пацаны. Ультует Эко? Ничего не... П-60, по-моему, ульт бил рыбе. Эльфу тоже не особо больно было. Атанавакс предпушит тут. Эльф преследует эльфа, смотри. Да. А тут банка у кого-то. Или вар. Бунтс минус. Бунтс, сейчас еще минус Эко. Эй, ну, а вар еще пришел. Влетел по 1. О, хорошо пробивает эльфа. Ну, умрет Эльф. Ну, это эльф. Нафидонил, нафидонил. Ну, знаешь, когда приемлю 130 тысяч, это не очень страшно. Сейчас, наверное, вар паладина умер. А, нет Эко. А он на развороте, а тут Катун. Катун, Катун, не прощай. Привет. Привет. Тут хайфер со тремя слотами. Привет, как дела? Давай дружить, да? Да. О, а тут и эльф базу ломает просто. Привет. О, влетел паладин. Эльф отблоковывается. Пока добежал до эльфа. Рыба, смотри, развлекает свою команду. Лошадь сейчас помрет от рыбы. Лошадь под фонтан уже тут летит. Ну, тут... Ну, тут все, танцы и пляски. Хайфер сейчас издевается. Бам, бам. Я пошел, ребята. Пока. Еще базу постучал. Все нормально. Хорошо сыграл до Навага, хорошо сыграл... Да все хорошо сыграли у команды Розов. Да, не придерешься. А еще и живет у Ани. Нет. Не в этот раз. Ну, 30 тысяч преимуществ. В таких случаях... Стоит нажимать кнопку сдаться. Вот я не знаю, как мы тогда вот с таким преимуществом еще как-то дрались. Ну, дело в том, что у нас было не 36 тысяч разницы, а... Ну, у нас было не 36 тысяч фарма. Смотри на рыбу. Смотри на рыбу. Пошел. У нас там доходило 29-30 тысяч. Да, так у нас было сколько золота? Сколько? О, вот это развод. Просто вся команда избивала рыбу, все потратили в нее, и прилетел Луккатун, и пошел развал опять под фонтаном. Ну, ребята, тут уже ничего комментировать, в принципе. Ну, тут уже минут... Минут как 22 ничего комментировать, да? Что? Минуты как 22 нечего комментировать. Что-то поздравляем с первой победой команды Розенуар. Да, сейчас ребята будут банить героев снова, и... Ну, то есть это сейчас не за минуту они начнут игру, к сожалению. Потому что мы все знаем, как команды у нас собираются на этом турнире. Ну, заходят в комнату, выбирают героев. А сейчас еще и банить надо. Представляешь, сколько это времени будет занимать? А не, я думал, может они заранее отбанили три бана? Не, нельзя. Ну, точнее, типа... Ну, вот, например, я не буду так делать. Ну да, это как-то отстойненько, да? Типа три одинаковых бана, что ли? Ну, можно посмотреть, если, например, тебя в первой игре развалил, там, Кредикс, например, который тебе всю игру сломал. Почему его не забанили другую? Ну, грубо. Или там, вы взяли какого-нибудь... Ну, я не знаю, даже... Вот какой герой может сломать игру? Скелет. Взяли скелета, да? Все испортили. Ну, вот, допустим, сейчас даже. Хоп, рыба, да? Не нравится рыбу, забанили. Ну, да. Ну, это еще тоже под вопросом. Сразу или не сразу?